Деткам дали два апельсинчика в садике. Носки на, пожалуйста, Оксана, в стирку брось. А, тут еще Маринина конфетка тоже ей в садике давали. Я зашла в магазин на массу конфетку. Мама, я не даваю в садике. Баранки взяла. Киевские сухарики. Дети меня попросили вот такие вот эти пироженки взять. Пироженку надо тебе? Нету конфетки? Нету конфетки. На. Вот такие вот Яшкина я взяла. Они по 9 рублей. Я мой. На. На Егору унеси. Показала. Да. И купила имбирь. Без имбиря уже, знаете, как наркоман стала. Имбирь взяла в контейнер. А папе нету. Я только ребятишкам брала. Все, все мои покупки. Сейчас попью кофе, поставлю чайник опять. И это. Печку попрошу мужа растопить. Он с работы как раз. Егору, да, Егору. Как раз с работы пришел. Попрошу печку растопить. И будем готовить ужин. Если интересно, то оставайтесь с ним. Так, дорогие мои друзья. Начинаем готовить кушать. Ай, подождите секунду. Сейчас я платок хочу надеть. Постирала опять себе платок. Хочу сейчас его надеть. Чтоб волосы нигде не натрясти. Вот так вот. Как наши бабушки всегда делали. Я почистила уже морковку и картошку. Сейчас буду нарезать. И разморозила курицу. Ножки куриные разморозила. Хочу их... У меня соевый соус закончится. Хотела соевым соусом сделать. Но сначала сейчас я их замариную. Так. Мася, иди, пожалуйста, отсюда. На место. На место. Сейчас замариную их сначала. Ножки куриные. И обжарю. У нас есть макарошки. С макарошками детки поедят хорошо. Так, очистки сюда убираем. Очистки у нас куряем. Мася, я знаю, что ты любишь у нас картошку. На. Сейчас будем готовить с вами кушать. Хочу сварить, ребята, суп с фрикадель. Хочу, заткнись. Я Хочу переселила на время на кухню. Поставила уже суп. Так, посолить забыла. Посолить забыла, ребятушки. Посолить надо. Поставила уже суп. Сейчас вода закипит. Фрикадельки закинем. Варить. Фрикадельки, которые я тогда в формочке делала. В силиконовых. Вот в этих вот. На силиконовых формочках. Нынче вообще хочу, если деньги. Вот хотя бы тысячи. Три-четыре на мясо потратить. Да. Какие формочки? Фрикадельки. Да эти-то вот я заказывала. Помнишь, мы заполняли с тобой? Мясом заполняли. Хорошие формочки. Дети сказали, можно еще фрукты размолотить и тоже в них делать. Так, ладно. Я сейчас все нашинкую и будем дальше кушать, Варить. Так, пока буду резать картошку. Мне тут попросили ответить. Знаете, на какой вопрос? Какие бы я кусты посадила бы? Ну, вот сейчас у нас привезут. Всегда весной привозят. Продавать это смородину. Я бы разную взяла, потому что у меня только черная. У меня красная нет. Я все мечтаю о красной смородине. Но когда они привозят, у меня всегда денег нет, чтобы ее купить. Я бы посадила бы с радостью. Вишню бы попробовала. Яблоньку бы попробовала посадить. Грушу я не знаю, растет нет у нас тут. Вот, черешню, что-нибудь такое бы, попробовала бы тоже посадить. Хотя бы по одному кустику. Но они очень дорогие, поэтому не знаю, смогу ли я их посадить. Да на, на, Мася, картошку. Прямо же выпрашивает, стоит, прыгает тут у меня. Да, Оксана? Я хочу свои груши. Груши свои. Так у нас тут, Оксана, они навряд ли будут расти. Что буду нынче опять садить? Морковку, свеклу немного посажу. Картошку, это в первую очередь картошка. Горох детям. Дети, потому что горох обожают. Придется мне нынче перцы покупать, потому что у меня перцы так и не всходят. Помидоры сколько есть, столько и посажу. Ну, огурцы, кабачки, это обязательно. Это обязательно. Ну, что тебе надо? Да на, на, на. Прямо стоит, напрыгивает собака у меня здесь. А сегодня опять Мася помыть. Что мы ее не мыли? Дня 4, наверное, мы ее не мыли. Она сейчас на улицу выбегает. И быстро марается. Поэтому приходится их часто мыть сейчас. Весна, лето, осень. Это вообще. Для Мася это прямо это становится. Мася, ну что, да на, 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 на. Вот любитель картошки. Напишите вообще, если кто-то зовут, чеки собак, есть можно или нет собакам картошку. Ну, вот наша Мася просто ее обожает в виде картошку. Я когда режу на суп или на что-то, она прям все. Она прям здесь и прям скачет, чтобы ей картошку давали. И на ноги встанет, на две ноги. Просит так, служит мне. Все. На место. На место, Мася глухая. Ой, совсем собака стала, совсем глухая стала. Ой, господи. Завтра поеду в город, мне она по своим делам. И надо... Нет, не знаю, Оксана еще. Сама приедешь ты рано, у тебя руки, уроки освободятся. Я позже поеду, чем ты приедешь. Там видно будет, может, я с собой возьму, видно будет Оксана. А у Оксаны завтра несколько уроков. И у нее, получается, в 10.25 заканчиваются уроки рано. Чего? Где там киска? Да я знаю, что киска. Тут меня все одолели. И попугай, и киска, и кошка. Все на кухне. Вон как Мася стоит на ногах. У меня наваленная, я все-таки нахожу. Ладно, сейчас нашинкую. Сидит на попе, смотри. Что бы я ей дала. Молодец, заслужила. Сидит так на двух лапках. На попе. Долго может сидеть. Мы как-то время засекали, до трех минут даже может сидеть. За вкусняшку. Сидеть. Молодец. Сидеть, Мася. Молодец, сидеть, умница. Сейчас я вам даже это покажу. Мася, сидеть. Молодец, сидеть. Мася, сидеть. Вот умница моя сидит. Видите, как она у нас умеет. Дрессированная собака. Мася. Сейчас, подождите, проживется. И еще раз покажем. Мася, сидеть. Она видит вкусняшку, и она сидит. Молодец, моя умница. Вот такая вот у нас дрессированная собака. Вот как ее не любить. Вот она сейчас опять сидит тут передо мной. Вот представляете, вот как мне ее не любить. Вот ей уже больше 15 лет, но она все равно вот такая вот. Она дрессированная, она команды, понимает. Ей, говоришь, на место, она идет на свое место. И поэтому... Как вот ее не любить? Хоть она и старая, глухая, и всякая такая стала, но она все равно... Вот опять сидит. На. Все. Ладно, буду дальше готовить. И еще хочу ответить на вопрос подписчиков. Даже не вопрос, а просьбу. Меня попросили заснять все вышивки, какие работы сейчас делают мои дети. Дорогие друзья, так как на этом канале многие против, чтобы я показывала вот эти вот все вышивки или что-то. То, что у детек и вышивка крестиком, и наборы, сумочки там всякие они делают. И плюс у них еще есть алмазные мозаики, которые они тоже делают. Начатые у них есть. Поэтому я покажу на канале влог рукодельных. Постараюсь все собрать. У девочек все взять, попросить. И обязательно засниму. Если кому будет интересно, я потом, когда видео там выпущу, я обязательно скину ссылку в сообщество. Поэтому караульте. В ближайшее время постараюсь все это сделать. Потому что, ну, очень подписчица попросила сделать. Поэтому сделаю. И как мне одна подписчица моя сказала, раз ребенок хочет продать, попробуйте продать ее на работу. И посмотрим. Мне кажется, это как она объяснила. У ребенка появится стимул больше вышивать, больше работать, чтобы она заметит, что у нее покупает. И ей больше захочется рукодельничать. Это правильно вы сказали. Поэтому я стараюсь детей всех привлекать к рукоделию. Поменьше гуляли, чтобы лучше, больше пускай рукоделием занимаются. Да, они у меня занимаются. Я алмазная мозаика, и вышивка крестом. Маша еще у меня хочет научиться гладью. Поэтому я одну картину ей оставила, чтобы ей научиться гладью. У меня один набор есть. Я хотела его нынче тоже на продажу выступить, выпустить. Но мне Маша сказала не трогать. Она хочет научиться гладью вышивать. Поэтому мы не трогаем. Так, ладно, готовим кушать. Поставила уже зажарку делать. Тут у меня вода закипает на суп. Готовим кушать. Так, дорогие мои, сейчас будем с вами мариновать вот эти вот ножки. Что мне для маринада понадобится? Тарелка, конечно же. Что-то морковка тут прилипла. Я возьму немного майонеза своего домашнего. Ну, этого вполне хватит на все крышки, ножки. То есть, возьму также у меня есть вот аджига. Аджига. Сейчас ложечку помоем. И положим ложечку аджиги. Этого вполне хватит. Все это перемешаем. Видите, вот такая вот смесь получается. Можно, конечно, еще туда специи какие-то добавить. Но я не добавляю обычно. Сейчас посолим нашу курочку в первую очередь. Соль я всегда использую крупную. Я не люблю истринскую, там, какую-то мелкого помола. Нет. Я обычную крупную соль использую всегда. Посолила курицу. Сейчас ее немножко перемешаем с вами. Я люблю все делать руками, чтобы не чувствовать, что я делаю. Хотя многим это и не нравится. Но я же себе готовлю. Не вам. Дальше поливаем все вот этой смесью. И дадим немножко замариноваться. Буквально полчасика. А потом на сковородке будем все это зажаривать. Все это перемешаем сейчас. Чтобы у нас каждая ножка хорошо в этом промариновалась. Все, ребята. Теперь пусть маринуется. Пока у нас курица маринуется, мы дальше продолжаем делать зажарку для супа. Вода сейчас закипит. И мы с вами туда закинем. Но если она не закипела, закинем потом обязательно фрикадельки с картошкой. Достала, ребята, фрикадельки. Видите, какие они аккуратненькие, маленькие. У меня два пакетика осталось. Вот сейчас все эти сразу в суп и брошу. Так. Ай, чайник закипел. Убираем сейчас чайник. Прихватку найти не могу. Представляете? Прихватку найти не могу. Василиса, кыш! Так. Дальше чем занимаемся? Сейчас подождите, покажу. Так. Дальше, дорогие друзья. Все закинула уже сюда. Картошку и фрикадельки и зажарку готовятся. Здесь поставила готовиться курочку. Готовим кушать. Так, дорогие друзья, приготовила ужин. Что приготовила? Суп с фрикадельками. Видите, как фрикадельки хорошо не разварились. И самое то. Со спагеттами и с картошкой морковкой. Зелень закончилась. Так бы еще зелень закинуть. И на второе у нас рожки пожаренные с яйцом и с курочкой. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли кушать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.